Апелляционный суд Харькова закончил рассматривать дело в отношении Дениса Юрченко. Напомним, его обвиняют в нарушении правил ПДД, вследствие чего погибли двое людей. Авария произошла почти полгода назад на перекрестке Сталтовского шоссе и 50 лет СССР. Там столкнулись две Киа – бежевого и черного цвета. От удара вторую вынесла на остановку, где пролетев на крыше несколько метров, она буквально снесла двух людей. Под стражей оказался водитель бежевого авто. По мнению следствия, он не пропустил черную Киа, отчего и произошло столкновение. Суд первой инстанции, изучив все доказательства, пришел к выводу, что Денис Юрченко виновен и присудил его к 7 годам лишения свободы. По мнению подсудимого, в основу приговора московского суда легли показания исключительно стороны обвинения. Поэтому сразу после оглашения была подана апелляционная жалоба. Выслушав все стороны, апелляционный суд пришел к выводу. Вырок московского районного суда вместо Харькова, 14.02.14.2014 Юрченко и Дениса Владимировича без меня. Такой приговор прокуратура считает справедливым. По их мнению, в суде приведены все доказательства вины Юрченко. Показания свидетелей, видеозапись та же, заключение экспертиз. Ведь версия развития событий дорожно-травственного происшествия, она была по показаниям водителя Юрченко, по показаниям, так сказать, водителя Зоротойко и иных свидетелей. Суд оценил это все, принял соответствующее решение. Несмотря на то, что, возможно, ближайшие 7 лет Денису придется провести в тюрьме, парень не сдается. Дальше будет кассационный суд, поскольку явно заинтересованность как прокуратуры, так и судьи в том, чтобы меня побыстрее бы закрыть. Поскольку суду была представлена масса доказательств абсурдности показаний Зоротойко, да и фактически, как я уже говорил в суде, что не установлена полная схема, как произошло это ДТП. И фактически, как и прокурор признает это, так и, собственно, я думаю, и судьям это не будет секретом. А если не установлено следствие, как происходило ДТП, то, в принципе, не должны были и даже обвинительные акции составлять. Кассационную жалобу Денис Юрченко может подать в течение месяца со дня оглашения приговора. Кстати, вступит он в силу сразу после полного оглашения судебного решения в первых числах октября. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057UA.